Возьми себя в руки, не пей, ты же губишь свою жизнь. Все эти фразы на слуху у алкоголиков, но вот беда в том, что сказать проще, чем сделать. Алкоголизм это больше, чем вредная привычка, больше, чем простая прихоть. Это болезнь тела и, что самое страшное, ума. Сила Брестского клуба анонимных алкоголиков в единении душ, искалеченных и растоптанных этой коварной жидкостью. Они держатся друг за друга, как со спасательный круг, и это работает. Не всегда, но работает. У каждого здесь свой срок. Кто-то держит тихий бой с зеленым змеем вот уже 24 года. Кто-то 15 лет. Есть в зале и те, кто чист уже 5 дней. Именно уже, не всего. Нас объединяет прошлое, но нас еще объединяет то, что мы все нашли выход. Как можно, имея болезнь алкоголизм, жить трезво, жить радостно, быть полезным, быть нужным человеком. И этот выход мы нашли в сообществе анонимных алкоголиков. Здесь все просто. Мы приходим, мы поддерживаем друг друга. Мы делимся своими историями, мы делимся своим опытом выздоровления. И это все работает чудесным образом. Брестской группе анонимных алкоголиков 24 года. Это большой срок. За этот период ряды клуба с трех человек выросли почти до 150. Это значит, что растет и число выбравшихся из оков этой страшной болезни людей. Но они продолжают вести активную работу над собой. Они делятся своими историями, своим опытом выздоровления от алкоголизма, своими силами. Они поддерживают новичков. Все это проходит в очень непринужденной обстановке. Эти собрания закрыты, полностью анонимны. И есть два раза в неделю открытые собрания, куда может попасть любой желающий, и родственники, и друзья, которым нужна тоже помощь, скажем так, в получении такой поддержки. На открытии форума выступали представители медицины и духовенства, чья роль в возвращении к жизни алкоголиков тоже неоценима. Ведь эти люди особенно нуждаются в поддержке других людей. Ровно шесть с половиной лет назад я была бомжом города Бреста. Я попала в сообщество анонимных алкоголиков. Когда я бомжевал, у меня не было ни квартиры, у меня лишили родительских прав, у меня не было ни друзей, у меня был один стакан. На сегодняшний день я вернула доверие своей мамы, своей дочери. Она любит меня, и я люблю. Я благодарна анонимным алкоголикам, что я жива. Сегодня я счастливый, выздоравливающий алкоголик. Я не признавала свою болезнь, хотя я была опущена на самое дно. И сестра меня завела в церковь к священнику. И священник мне ясно сказал, что вам только помогут анонимные алкоголики. И через церковь я пришла в анонимные алкоголики, выздоравливаю. Вот уже седьмой год. Ничего не помогало мне. И я пришел, я увидел действительно помощь. Меня добродушно очень встретили. Я как-то попал на юбилей своей группы. Меня пригласили люди без всякого алкоголя. Они так веселились, радовались. Я понял, что это какая-то другая жизнь, она стоит попроводить по этой дороге. И вот я по ней иду, и я счастлив. Потому что, оказывается, трезвая жизнь, она очень интересная. То есть у меня как-то... У меня все наладилось. То есть у меня появилась новая семья, работа. У меня все это... Для комфортной жизни, для счастливого, у меня есть все. Есть все. Все вернулось. Вернулось доверие мамы, которая мне не верила вообще. То есть у меня от первого брака сын, с которым... Ну, такие отношения были. Он видел мое употребление. Мне было очень стыдно. Сейчас у нас отличные отношения. Я пришел в новую семью. То есть там, скажем так, моя новая жена, она приняла это, что я алкоголик. Потому что я честно об этом сказал, что я алкоголик. Ну, я трезвый алкоголик. Я не употребляю алкоголь. И все хорошо. Мы работаем с алкоголиками вместе уже много лет. Церковь, христиане видят по Евангелию, что работа общества алкоголика приносит добрые плоды. Люди избавляются от этой страсти. Люди становятся трезвыми, становятся счастливыми, начинают жить полной жизнью. У них появляется интерес к труду, к творчеству. Они вдруг, уйдя от алкоголя, стали смотреть на мир всем другими глазами. И поэтому, естественно, что мы, христиане, следуя словам Евангелия, видя добрые дела, добрые плоды, всячески поддерживаем это движение и желаем им Божьей помощи. И в тех случаях, когда к нам обращаются люди, мы понимаем, что это один из вариантов помощи страдающим. И я знаю многих людей, которые находятся в обществе на мир алкоголиков, которые получили совсем новую жизнь. Они знают, что будут бороться со своей слабостью всю жизнь. Но простая истина успеха работы клуба анонимных алкоголиков заключается в строках немалоизвестного стихотворения «Человеку нужен человек». И именно здесь каждый друг другу друг. В этом и сила.